В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. С вами Екатерина Коваленко. Здравствуйте. Вот главные темы выпуска. Более 8 тысяч жителей Московской области подали заявки на соискание губернаторской премии «Мы рядом». Этот этап продлится до 28 июля для того, чтобы поддержать выдвинувшихся участников. Точно в срок, после двухнедельного отключения в квартирах и домах видновчан появилась горячая вода. Была проведена большая работа по гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей, ремонту оборудования. Новые правила посещения музея-заповедника – горки Ленинские. Сначала ограничен был вход количеством 5 человек, а вот сейчас 12 человек. Завершился прием заявок на соискание губернаторской премии «Мы рядом». Более 8 тысяч жителей Московской области решили принять участие в конкурсе в этом году. На данный момент от Ленинского городского округа принято и обработано более 60 заявок. В номинации «Волонтерство и благотворительность» от нашего округа подано 22 заявки. В номинации «Медицина и здравоохранение» – 7. В номинации «Образование, культура и образование» было подано 28 заявок. Ну и «Провышленность и социально ориентированный бизнес» – 6 заявок. Второй этап конкурса «Общественное голосование», по результатам которого будет выбрано 1000 номинантов, набравших наибольшее количество голосов. Этот этап продлится до 28 июля. Для того, чтобы поддержать выдвинувшихся участников, всем необходимо зарегистрироваться на сайте премии – премия-мырядом.рф. Отдать свой голос можно за любое количество претендентов. Затем в ходе третьего этапа конкурса компетентному жюри предстоит выбрать из числа номинантов лауреатов премии. «Жюри будет подробно рассматривать, внимательно рассматривать все поступившие заявки, внимательно читать всю ту непубличную часть этих заявок. Там есть раздел «Документы», которые, я думаю, что повлияют на оценку их заявок членами жюри». В этом году призовой фонд премии – 180 миллионов рублей. Конкурс продлится до 20 ноября. Сегодня точно по графику, а в некоторых квартирах и домах Видного даже и вчера появилась горячая вода. И традиционные летние две недели отключений к радости жителей закончились. О том, какие работы были проведены на городских теплосетях, узнаем из нашего сюжета. Со 2 по 15 июля в квартирах и домах Видного было отключено горячее водоснабжение. За это время коммунальщики успели провести все планово-профилактические работы по обслуживанию магистральных теплотрасс и котельных. Это одна из точек Видного, где проводились работы по ремонту теплотрассы. Всего в городе 18 таких мест. И все они были отработаны точно в срок. И значит, горячая вода в кранах видновчан появилась тоже без одержек. А временные неудобства продлились не более двух недель. Сама процедура отключения воды, конечно, восторга у людей не вызывает, но без нее никуда. Лето – идеальная пора, чтобы зимой в наших домах не было никаких перебоев. Была проведена большая работа по гидравлическим испытаниям магистральных тепловых сетей, ремонту оборудования котельной, котлов, насосного оборудования, теплообменного оборудования на ЦТП. Оборудование у нас, естественно, готово на 100%. Кстати, в этом году на настройку и ремонт оборудования ушло всего 10 дней. Именно такие сроки сейчас заявлены по всей Московской области, где идет апробация новой методики обслуживания теплосетей. Возможно, уже в следующем году временные неудобства продлятся не две недели, а на четыре дня меньше. Впрочем, этими работами подготовка к зимнему сезону не ограничивается. Еще у нас предстоит большая работа. Она уже началась с мая месяца по ремонту и подготовке системы отопления. Сейчас это продолжается. И вплоть до начала сентября эта работа будет производиться. И если у видновчан уже появилась горячая вода, то жителям некоторых населенных пунктов Ленинского округа только предстоит отключение. Ознакомиться с графиком и точными датами можно на интерактивной карте отключения на портале Добродил. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. К нам на телеканал обращаются жители, недовольные качеством работы видновского офиса Мособлъирц. Жалуются на огромные очереди и завышенные суммы в платежках. Говорят, такая ситуация сохраняется уже не один месяц. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы самостоятельно разобраться в проблеме. Подробности в репортаже Юлии Пагасьян. Офис Мособлъирц, видно, работает с 8 утра. Но очередь клиенты начинают занимать куда раньше. Говорят, приходится приходить к 6, чтобы успеть пройти до закрытия. Прекращает работу не в 18.00, как указано в расписании, а в 5 вечера. Также клиенты недовольны длительным обеденным перерывом в 2 часа и 5-дневной рабочей неделей отделения. Такая картина здесь продолжается уже несколько месяцев. В дождь, в снег. Они стоят здесь на улице. Никаких скамеек. Люди ругаются, оскорбляют друг друга, потому что нервы не выдерживают. Вот вчера была такая погода, была плохая. Я сюда приходила вчера. Невозможно было. Не пускает. С костылями пришел пожилой человек, попросился там сесть. Нет. Большое скопление людей перед входом в офис можно оправдать тем, что внутри соблюдаются санитарные меры. И действительно здесь достаточно свободно. Все сотрудники, кстати, в средствах индивидуальной защиты. Руководитель Видновского отделения уверяет, график работы сотрудники МОСОБЛИРД соблюдают. Офис открыт с 8 утра до 6 вечера. Выходной только один – воскресенье. Ввиду того, что у нас рабочая суббота, в понедельник вынужденные меры предоставлять тем людям, которые работали в субботу, выходную. Поэтому один день – это понедельник. В этот день, да, возможно, не все окна работают. В остальные дни на неделе все окна, вы гарантируете, что будут работать? В остальные дни на неделе все окна гарантированно работают. В августе к открытию готовится дополнительное отделение Видновского МОСОБЛИРД. Оно расположится в здании МУПУК ЖКХ. Предполагается, что такая мера поможет избавиться от очередей. Также в августе Александр Гусаков пообещал решить проблему и с процессом ожидания на улице – установить лавки и навес. Мы рассматриваем вопрос установки стационарной лавки по отмостке здания, потому что установить, к сожалению, далее от отмостки здания лавки не представляется возможным, потому что сразу начинается проезжая часть, там ездят автомобили. Пробовали устанавливать стулья, которые у нас благополучно уехали с кем-то вместе. В августе будут лавки, да, и навес? Да. Но очереди – это не единственное, на что жалуются люди. До сих пор сохраняется неразбериха в счетах. Сдачи показаний и оплате жировок. Одни утверждают, что в квитанциях исчезла графа меры социальной поддержки, которые гарантировали скидку 50%. Они эту графу ликвидировали. Я вручилась в соцзащиту. Нам сказали, они теперь командуют, и поэтому что не хотят, то не делают. Притом, очень мелко там написано. Невозможно прочитать без лупы. Другим счет за воду приходит не по счетчику, а по среднему показателю. Они брали среднее печень, прописано, значит, сколько, ну давай 20 кубов холодный, 15 горячий. И в общем случае людям приходило по 40, по 50 кубов. Вот после этого мы все пошли сюда. То есть все, кто относился до МАК ЖКХ, все пошли МОБР и РЛИС выяснять. Это пришло по среднездельному. Я позвонила почему? Да. Хотя я передавала, именно звонила по телефону. Оператор у меня принял. А мы… Какого числа передавали показания? Сейчас я сказать не могу, уже это было месяца два назад. А показания просто… Ну какого числа, в конце месяца, когда вы передавали показания? Нет, вот как, с 14 по 19. По 19, правильно, в любой из этих дней. Как прокомментируете? Ну показания же, еще раз повторю, что показания, те, которые вынимают из ящиков управляющих компаний, мы их принимаем, принимали, будем принимать, мы их вносим в базу данных, все без исключения. Здесь с отсутствием показаний, да, если показаний нету, я не могу сейчас утверждать, да, то выставляют средние, это в соответствии с законодательством. Какие сроки для сдачи показаний для электричества и для воды? Для электричества сроки сдачи показаний с 15 по 26 число текущего месяца. Для воды с 14 по 19 число для МУП УК ЖКХ, но мы все равно принимаем где-то по 20 число. Сдавать показания руководитель видновского офиса рекомендует по телефону горячей линии МОСОБЛ ЙЕРЦ. Он указан на квитанции. Также делать это можно через личный кабинет в интернете и по старинке в ящик управляющей компании или непосредственно в отделении организации. Юлия Пагасян, Сергей Ларин, Елена Кошлева. Видно этого. Музей-заповедник Горки Ленинский постепенно возвращается к привычному режиму работы после отмены режима самоизоляции. С 16 июля снято еще несколько ограничений для посетителей усадьбы и выставочного комплекса. О новых правилах посещения расскажет наш корреспондент Наталья Буслаева. Во время пандемии музей-заповедник Горки Ленинский полностью закрыли для посещения. Большая часть сотрудников была переведена на удаленный режим работы. Карантин стал своего рода испытанием. Своеобразной проверкой на то, смогут ли сотрудники адаптироваться к новым условиям. Как отметил заместитель директора музея-заповедника по научной работе Борис Власов, за счет активности в онлайн-формате удалось поддерживать связь с посетителями. Прямые эфиры через Инстаграм и другие социальные сети. Причем мы поднимали как важные вопросы российской истории, связанные с деятельностью музея, так и развлекательные эфиры, потому что люди разные, ориентированы тоже на разные. Музей тоже учитывает интересы, запросы своего посетителя. К обычному режиму работы музеи-заповедника возвращались поэтапно. Сначала для посещения был открыт парк. В связи с этим сотрудниками был подготовлен целый комплекс экскурсионных программ по выставкам, расположенным на улице. После этого был открыт частичный доступ на непосредственно музейные объекты. Сначала ограничен был вход количеством 5 человек, а вот сейчас 12 человек. Теперь посетителям и сотрудникам приходится соблюдать требования по безопасности. В обязательном порядке нужно носить средства защиты, маски и перчатки. Они станут непременным условием посещения экскурсии. Во всех выставочных залах на пол нанесена разметка для размещения людей с интервалом, согласно нормам, в полтора-два метра друг от друга. Запись, да, предварительно. То есть мы к определенному времени, люди обзванивают, узнают, на какое время можно приехать записаться. И вот таким образом создаем группу, так скажем, именно в количестве 12 человек, не больше. И люди подъезжают именно к определенному времени, выкупают билеты, если они не успели это сделать онлайн. И идут на экспозицию. 17 июля полностью возобновляют свою работу кафе на территории заповедника. Во время карантина оно работало только на вынос. Теперь для всех гостей предусмотрен обязательный фильтр. При входе установлены санитайзеры. В зале работают бактерицидные лампы закрытого типа. Сотрудники проветривают помещение каждые два часа. Завтра мы ждем посетителей уже в кафе. Естественно, соблюдение всех стандартов и правил, рекомендованных Роспотребнадзором. Это разметка в кафе, дистанция между столами полтора метра. И разрешенное количество человек – это один человек на пять квадратных метров. Напомним, что во парком заповедника теперь разрешаются прогулки без масок. Также здесь уже проводятся мастер-классы, игра в мафию и тематические квесты. Ознакомиться с полным списком развлекательных и экскурсионных программ можно на сайте музея. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Сергей Ларин, Видное ТВ. В рубрике «Время назад», посвященной 25-летию нашей телекомпании, мы продолжаем знакомить вас с сюжетами, снятыми корреспондентами и операторами Видное ТВ в разные годы. В этот раз представляем вам репортаж, который был выпущен в 2006 году. Дипломат Академического малого театра «Театральный коллектив Дома культуры Москокс» подарил нашим жителям премьеру спектакля «Рэй Куни. Комедию в двух действиях» под названием «Номер 13», которая вылилась в настоящий праздник смеха. Режиссер-постановщик спектакля «Непревзойденная Лариса Гейлис». Действие спектакля происходит в гостиничном номере 13, в который приезжает помощник премьер-министра Ричард Уилли. Он же всем известный актер Кирилл Музалевский со своей неотягощенной умом прелестью секретаршей Любовь Кокарева. Сложные были репетиции. Мы последнюю неделю репетировали практически каждый день. На полвторого все здорово вымытались. И сейчас, конечно, рады, не знаю, очень сильно из-за того, что все-таки наши труды даром не пропали. Сыграли спектакль. Зрителям вроде бы понравилось, хотелось бы надеяться, но просто, конечно, дух из меня вон. Неожиданно в своем номере на балконом окне они находят труп. Тут и начинается все самое интересное. Премьер-министр, дабы избежать скандала, вызывает своего помощника Джорджа Пигдена, Олега Федорова, Симпатягу и Скромнягу, чтобы тот помог избавиться от трупа, который, как потом выяснилось, вовсе не труп, а частный детектив, которого нанял ревнивый муж секретарши Рони, Виктор Стрегунков, и который просто потерял сознание при ударе окна. Ляпы были у всех. Кто-то не тогда вышел, кто-то не то сказал. Одно за другое. Но народ такой, уже немножко закаленный, тертый, смогли вылезти, выкопиться. Зритель вроде бы особо ляпов не заметил. И, соответственно, коллектив у нас еще кто-то есть. Актеры в этот раз выложились, что называется, по полной. Вы знаете, подготовка к спектаклю была огромная. Очень много потратили мы сил, энергии и всего остального. Очень тяжело давался спектакль. Но, надеюсь, наши труды, наши эмоции, и все это воплотилось в зрительский аплодисмент и в зрительский смех. Скромняге Джорджу Пигдену, покрывая своего шефа, пришлось стать настоящим мачо. И полюбить сразу жену премьер-министра Елену Столярову и сиделку своей мамы Екатерину Кокуреву. В общем, он понял, что пользуется у женщин успехом и жил все эти годы зря. Официант, чемпион чаевых Сергей Ларин и управляющий гостиницы, монумент самому себе Николай Баларев, постоянно подогревали страсти. В итоге все закончилось хэппи-эндом и восторгом зрительского зала, который все это время смеялся и аплодировал стоя, пока актеры не скрылись за кулисами. Очень смешно было, что сыграли по-состоящему, шикарно. Всегда представительно. Две звезды, Мазалевский и Федоров, просто превзошли и не обманули наши ожидания. Ну а мы в свою очередь поздравляем с творческим успехом славный театральный коллектив ДК Москокс и желаем новых премьер. Елена Бурцева, Елена Кошелева, Владимир Пирожков, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.